Привет! Фильм рассказывает историю психопата и убийцы Майкла Майерса, начиная с его десятилетнего возраста. Персонаж является важной частью современной поп-культуры и эстетики классических фильмов ужасов. Роб Зомби, режиссер киноленты, решил уделить внимание становлению личности маньяка. Он погрузил зрителя в жизнь подростка из неблагополучной семьи, который вырос и стал олицетворением чистого зла. Устраивайтесь поудобнее, сегодня будет жутко. Мы начинаем. Картину открывает цитата персонажа фильма, доктора Лумиса, о том, что самые страшные демоны не живут в аду, а тихо прячутся среди людей. Следующий эпизод показывает дом Майерсов в Хэддонфилде, штат Иллинойс, 31 октября. На втором этаже мальчик в зловещей маске клоуна куда-то несет свою домашнюю крысу Элвиса. На кухне ссорятся его родители. Семья явно не из благополучных. Отец Ронни – пьющий калека, мать Дебра – стриптизерша средних лет. Старшая сестра Джудит – распутный и злобный подросток. Только младшая сестра Майкла, Анджела, в силу малолетнего возраста, кажется совершенно нормальным ребенком. Родители покрывают друг друга самыми последними ругательствами под детский плач. В этот момент на кухню входит Джудит. Мать посылает ее наверх за братом. Ронни, глава семейства, отпускает сальный комментарий вслед собственной дочери, а на возмущение жены желчно отвечает, что та ревнует к собственному ребенку. Это выводит Дебру из себя. Пока родители ругаются, Майкл в маске клоуна отказывается открывать сестре. Он моет в раковине скальпель, которым только что вспорол свою крысу. В конце концов, мальчик соглашается спуститься к завтраку. Отец понимает, что с Майклом что-то не так, но не пытается помочь, а наоборот гнобит и насмехается над отпрыском. Ребенок говорит маме, что его питомец умер, поэтому он и задержался наверху. Дебра обещает купить новую крысу, а сестра и Ронни продолжают издевки. Заканчивается сцена тем, что мужчина насильно срывает маску клоуна с лица Майкла. Лучше не выводи меня из себя. Ненавижу! Он обещает избить сына, как только заживет рука. После этого картина перемещается в школу, где учится Майкл. Его в туалете начинают доставать два старшеклассника. Один из них показывает брошюру с обнаженной мамой главного героя из стриптиз-клуба и грозится сделать копии для всей школы. Тем временем в туалет заходит директор школы. Он пытается остановить драку, но Майкл злобно посылает его подальше. После этого Дебру вызывают в школу. В кабинете директора она пытается переложить всю вину на педагогов, но директор говорит, что проблема в ее сыне. Он вызывает в кабинет психолога доктора Лумиса. Мужчина сообщает, что у Майкла есть серьезные психологические проблемы, потому что он жестоко обращается с животными и агрессивно себя ведет. Дебра не верит ему. Однако доктор показывает ей тело кошки и стопку фотографий с другими зверски замученными животными. Все это нашли в рюкзаке сына. Сам Майкл, подгадав момент, сбегает. Из своего шкафчика он забирает маску клоуна и сумку. Мальчик устраивает слежку за парнем, который издевался над ним в туалете школы. Когда хулиган заходит в безлюдный пролесок, Майкл бьет его тяжелым суком по коленям. А затем еще и еще раз, уже когда тот падает на сухие листья. В конце он показывает жертве лицо, а затем снова натягивает маску и наносит смертельные удары. Завершив свое мрачное дело, Майкл спокойно бросает сук и уходит домой. Там он застает отца, смотрящего фильм ужасов. Ронни продолжает оскорблять сына. В этот раз он решает пройтись по садистским наклонностям Майкла. Поток брани и злых подколов прерывает Дебра. Майкл пытается отпроситься у мамы, чтобы пойти за конфетами. Сначала она не хочет отпускать мальчика из-за того, что тот натворил с животными, но потом соглашается. Мама просит, чтобы его сопровождала Джудит. Старшая сестра отказывается делать это и отправляется в свою комнату с бойфрендом. Майкл остается один на улице. Он сидит на бордюре и грустно смотрит в никуда. Его мать на смене танцует стриптиз на коленях случайного посетителя клуба. Отец пьяным засыпает в кресле, а старшая сестра предается распутству. Парень Джудит принес с собой зловещую маску бледного темноволосого мужчины. Он надевает ее и продолжает развлекаться с девушкой. Открывай. Тем временем отец семейства отрубается перед телевизором, изрядно напившись. Майкл заходит на кухню и долгое время просто ест конфеты. Но в один момент достает из ящика нож и плотный скотч. Он направляется к спящему Ронни, аккуратно связывает его и заклеивает рот. Потом он резким движением проводит лезвием ножа по шее мужчины и спокойно смотрит, как того покидает жизнь. Все это, конечно же, он проделывает в своей любимой маске клоуна. Пока Майкл расправляется с отцом, Джудит надевает наушники, а ее молодой человек спускается вниз за едой. Майкл не щадит и его. Взяв увесистую бейсбольную биту, он наносит своей жертве несколько ударов по голове и телу. Майкл бросает биту на пол и решает приняться за Джудит. Ее он настигает в комнате и наносит 17 ударов ножом. Мальчик добивает сестру, когда та уже ползет по коридору. Младшую сестру Анджелу главный герой не трогает. Он лишь целует ее и желает счастливого Хэллоуина. Когда мать возвращается со смены, она видит Майкла сидящим на бордюре перед домом в своей маске. Он молчит, а вдалеке звучат приближающиеся сирены. По телевизору выходит репортаж, который рассказывает о зверском массовом убийстве. Мальчика помещают в клинику Смит Грофф на лечение. Суд над малолетним убийцей продлился 11 месяцев. На процессе присутствовал и психолог Сэмуэль Лумис. Он проводит с Майклом регулярные сеансы в лечебнице и записывает их на камеру. В ходе бесед юный психопат говорит, что не помнит, как совершил убийство и отрицает свою вину. Майкла навещает его мать. Мальчик общается с ней совершенно нормально, без каких-либо признаков сумасшествия или агрессии. Со временем с Майклом пытается завести дружбу местный уборщик, роль которого исполнил Дэнни Трэхо. Он называет подростка Майки и искренне сочувствует его неволе, потому что и сам когда-то отбыл срок только в тюрьме. Создай себе свой мир, приятель. В этом мире ничто тебя не остановит. Сеансы с Лумисом продолжаются. Майкл демонстрирует психологу свои самодельные маски. Он называет поделки способом скрыть собственные секреты. Любимым цветом мальчик считает черный, а лицо показывает только на встречах с мамой. На одной из таких встреч он показывает Дебри свое новое творение и не хочет снимать его. Мальчик говорит, что делает маски, чтобы скрыть за ними свое настоящее лицо и уродство. Со временем Майкл все реже находится в адекватном состоянии и не общается с окружающими. Это беспокоит Лумиса, но сделать он ничего не может. На очередном сеансе мальчик кричит на доктора и требует выпустить его. В конце он начинает плакать и снова впадает в ступор. Лумис считает, что Майкл находится на грани безумия. Психолог упрашивает начальство выпустить их на улицу, чтобы провести сеанс там и попытаться помочь мальчику еще раз. Но Майкл перестает разговаривать и снимать маску. Единственное, что он повторяет, это то, что хочет уйти домой. На свидании с мамой он не желает показывать лицо. Он также не прислушивается и к просьбам начать есть. Когда Дебра пытается посмотреть ему в глаза, мальчик просит вернуть маску на место. По мнению Лумиса он становится все менее похожим на человека. Перед уходом мама оставляет впавшему в ступор сыну его старое фото с Анджелой на руках. Доктор вызывается проводить Дебру до машины. В комнату заходит медсестра, чтобы присмотреть за малолетним психом. Воспользовавшись тем, что она сидит спиной, Майкл вонзает ей в шею вилку. Пока женщина умирает на полу, Майкл равнодушно смотрит на нее. Мать и доктор прибегают на шум. Женщина пытается снять маску с сына, но мальчик начинает орать. В конце концов психопата закрывают в его камере-палате. Дебра возвращается домой. Она не может поверить в произошедшее и раз за разом пересматривает старые пленки с сыном. В один момент она не выдерживает, засовывает себе в рот ствол револьвера и... Под крики младшей дочери она покидает этот мир. Следующая часть фильма описывает события спустя 15 лет. Два санитара идут по коридору клиники к камере Майкла. Один из них в исполнении Трехо, которого нам уже показывали ранее. Он через три месяца собирается на пенсию и дает наставление новичку. Майкл сидит за своим столом и молча делает новые и новые маски. Он будто впал в странную кому. В таком состоянии его и застают санитары. Эй, 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 не трогай их! Старший санитар просит не трогать маски, развешанные по стенам. Однако его друга это не особо волнует. Он без страха начинает подтрунивать над громилой и угрожать ему. Ты что, просишь у него прощения? Майкла в наручниках ведут на сеанс к Лумису. Доктор так и не смог заставить психопата сказать хотя бы одно слово за прошедшие 15 лет. Он объявляет своему пациенту, что ничем не может помочь и уходит. Не надо двигаться дальше. Прости. Майкла, похоже, его слова никак не трогают. Он продолжает неподвижно сидеть, прикованный к стулу. Оказывается, Лумис написал книгу про Майкла. Доктор назвал ее «Глаза дьявола» и описал своего пациента как чистое воплощение зла. За этими глазами вы найдете только пустоту. Той же ночью в клинике работают два санитара, одного из которых ранее инструктировал персонаж Трехо. Они хотят ворваться в одну из палат, куда недавно поступила пациентка, чтобы развлечься с ней. В итоге они решают сделать это еще и в палате у Майкла. Забравшись в комнату, подлецы начинают свое зверство. Пока один из них занимается девушкой, второй начинает выводить из себя двухметрового гиганта, 15 лет хранящего молчание. Санитары портят его маски и занимаются отвратительными вещами. Вдруг мрачная фигура поднимается со стула, берет за шею одного из нелюдей и с силой швыряет в стену. Второй санитар пытается помочь товарищу и начинает колотить Майкла дубинкой по спине. Однако психопат на это никак не реагирует. Он бросает первую жертву на свой стол и принимается за второго нападающего. Некоторое время спустя в клинику приезжает старший санитар и видит там последствия бойни. Майкл не пощадил никого, он жестоко уничтожил всю охрану и персонал. Когда старик встречает убийцу, парень стоит неподвижно и дает надеть на себя наручники. Но в один момент он хватает санитара за шею и кидает в подсобку. Там он сначала доводит мужчину до полумертвого состояния, топя в раковине. А потом добивает броском телевизора в голову. Когда полиция прибывает на место, Майкла там уже нет. Начальник клиники звонит Лумису. Тот сразу же выезжает на место. Тем временем Майкл достигает склада, куда приезжает дальнобойщик по кличке Гризли. Свою новую жертву психопат ловит в туалете, обезоруживает и убивает тотнятым ножом. С тела он снимает комбинезон, обувь и переодевается. В новом облике Майкл продолжает свой кровавый путь. Следующий эпизод переносит нас в Хэдденфилд, родной город психопата. Старый дом семьи Майерсов получил славу местного вместилища ужасов. На календаре 31 октября, поэтому все готовятся праздновать Хэллоуин. В семье школьницы Лори начинается утро перед школой. Мама готовит скрэмбл, папа спускается к столу. Дочь одаривает уши родителей парочкой пошлых шуток и уходит в школу. По дороге она встречает мальчика, у которого работает сиделкой. Его зовут Томми. В это время Майкл добирается до своего старого дома и залезает в тайник. Из него Майкл достает свою узнаваемую маску бледного мужчины и тут же надевает ее. Зловещее лицо психопата озаряет едва попадающий в дом свет. В этот самый момент к двери постройки подходят Лори и Томми. Девочка хочет напугать своего юного друга и идет к зданию, которое местные успели прозвать дьявольским жилищем бугимена. Она закидывает бумаги в почтовое отверстие и возвращается к мальчику. Папа Лори риэлтор, а сам дом выставлен на продажу. Поэтому он попросил дочь забросить бумаги по дороге. Все время за парой внимательно следит Майкл. Следующая сцена происходит в школе. Там трое подруг, Энни, Лора и Линда обсуждают планы на вечер. Линда хочет тайком встретиться с парнем в доме ужасов Майерсов. Пока она рассказывает остальным девочкам свой план, на соседней улице Майкл внимательно наблюдает за ними. Линда замечает его, но силуэт быстро пропадает. Энни планирует провести Хэллоуин в компании своего бойфренда Пола. Лори же должна приглядывать за Томми, но соглашается взять на себя и Линдси Уоллес, девочку, за которой присматривает Энни. У Лори избранника нет, поэтому она решает помочь подруге, чтобы та смогла устроить себе свидание в пустом доме Уоллесов. Пока в городе никто ни о чем не подозревает, Сэмуэль и двое других врачей пытаются найти психопата. Один из его собеседников – владелец клиники, в которой держали Майкла. Лумис обвиняет во всем произошедшем коллег, а те, в свою очередь, пытаются спихнуть вину на охранников. На этом разозленный Сэм покидает их, напоследок называет идиотами и просит сообщить обо всем случившемся компетентным органам. Также он дает коллегам ориентировку на место, где может скрываться Майкл – в Хэдденфилде. Сами мужчины до такого очевидного факта дойти, увы, не смогли. Доктор же считает, что Майерс приехал туда, чтобы найти младшую сестру. Тем временем в школе заканчиваются занятия, и Лори с Линдой выдвигаются домой. По дороге девочки обсуждают чирлидеров. Чуть позже их догоняет Энни. Проходя по одной из улиц, школьницы встречают Майерса, стоящего посреди дороги. Мой папа шериф, лучше уползай назад в свою чертову пещеру! Энни дерзко прогоняет его с пути, прокричав, что она дочь шерифа. Как только Майкл пропадает из виду, к девочкам подъезжает отец Энни. Она садится с ним в полицейскую машину и отбывает домой. А Лори и Линда продолжают свой путь. В один момент пара разделяется, и Лори становится неуютно. Она постоянно оглядывается, будто ощущая, что за ней следят. Страх отступает, когда она доходит до дома. Ее мама подвешивает скелет к празднику, а Майкл незаметно наблюдает за всем со стороны. Следующий эпизод начинается с кладбища, куда приезжает Лумис. Сэмуэль звонит шерифу и двигается со смотрителем территории между могил. Вместо одного из надгробий они находят распятого койота. Лумис говорит, что догадывается, кто там похоронен. В хэллоуинскую ночь в дом Майерсов прибывает Линда со своим бойфрендом. Забравшись на второй этаж, пара прекрасно проводит время. В один момент девушка посылает своего молодого человека за новой баночкой горячительного. Однако в холодильнике своего фургона он находит лишь кучу пустых банок. Облачившись в наряд призрака, парень возвращается домой. Там его ловит Майерс. После этого Майкл надевает костюм своей жертвы и направляется в комнату к Линде. Психопат отдает ей банку и девушка поворачивается спиной. Воспользовавшись моментом, маньяк хватает Линду за горло. Когда девушка лишается чувств, Майкл уносит ее в неизвестном направлении. В этот самый момент Лумис приходит в магазин и вооружается крупнокалиберным револьвером. Лори же уезжает от родителей с Энни, чтобы присмотреть за Томми. Пока девушки нет дома, к ней приходит Майкл и сразу же расправляется с ее отцом. А после нападает на мать Лори. Женщина не успевает позвонить в полицию. Попутно психопат разглядывает в одной из рамок фото Лори. Пока дома у Лори происходят эти чудовищные события, сама она кормит своего подопечного, Томми. Ребенок много раз спрашивает ее про бугимена. Это страшилка, которую все обсуждают в школе. В этот момент Лори звонит Энни и говорит, что скоро привезет младшую сестру своего бойфренда. Линдси смотрит старый фильм ужасов по телевизору, под который Майкл когда-то убил своего отца. В комнате темно и девочка не оглядывается. Она не знает, что за ее спиной тихо стоит Майерс и наблюдает. Когда в комнату заходит Энни, маньяк куда-то пропадает. На другом конце города шериф встречается с Лумисом. Доктор пытается объяснить служителю порядка, что произошло, но собеседник не особо обеспокоен. Койоты над гробией его не убеждают, а об убийствах пока никто не сообщал. Сэмуэль настаивает, что это вопрос жизни и смерти, но коп приглашает его зайти на следующий день. Психолог утверждает, что до завтра может произойти очень много плохого. Энни приводит Линдси к Томми и Лори. Дети смотрят телевизор, а дочь шерифа спешно уезжает навстречу к Полу. Тем временем в участке Лумис пытается убедить полицейского в реальности своих опасений. Шериф читал книгу доктора и отказывается ему верить. Он считает, что все это продуманная пиар-акция, однако Сэм убеждает его в том, что Майкл вернулся за своей сестрой и планирует что-то плохое. Служитель порядка пытается дозвониться родителям Лори, но никто не берет трубку. Мужчины решают поехать и выяснить, что происходит. Энни приезжает с Полом в пустой дом Уоллесов. Там пара отлично проводит время. Посреди романтической части их свидания в комнату пробирается Майкл. Он хватает парня за волосы и расправляется с ним. Энни с криками пытается скрыться от психопата на улице, но Майерс ловит ее и затаскивает назад в дом. Девушка пытается атаковать его ножом, но после удара по лицу падает на пол. Энни хочет уползти, но Майкл за ногу тянет ее вглубь дома. Ничего не подозревая о происходящем, Томми, Линдси и Лори смотрят фильм «Дома по телевизору». Приходит время расходиться, и сиделка решает проводить Линдси домой. Томми остается один. Тем временем шериф Брэкет и доктор Лумис едут в полицейской машине в дом Строудов, родителей Лори. Коп рассказывает о том, что когда-то он выезжал на вызов по поводу самоубийства Дебры Майерс. На месте происшествия он нашел маленькую сестру Майкла. Он забрал ее и подкинул без каких-либо данных в больницу другого города. В рапорте этот момент полицейский не отобразил и подумал, что это конец истории. Но оказывается, что Строуды удочерили девочку и назвали ее Лори. Когда Линдси и Лори приходят домой к Уоллесам, там на полу они находят раненую Энни. Майкл тихо закрывает дверь за новой жертвой и направляется к ней. Линдси при виде крови бежит звать на помощь, Лори звонит в полицию, а ее подруга криками пытается предупредить, что Майкл рядом. Маньяк настигает Лори и толкает ее. Девушка выбегает и начинает звать на помощь. По пустым улицам она бежит обратно к Томми и закрывается у него дома. Там же находится и Линдси. Майкл настигает Лори и вламывается в дом. Туда же наконец приезжает и полиция. Дети закрылись в ванной наверху и отказываются открывать служителю порядка. Второй коп решает проверить остальные помещения. Офицеры никого не находят и просят детей открыть дверь. Когда Лори устремляется к замку, Майкл наносит полицейскому удар в спину и тот, истекая кровью, сползает по полупрозрачной двери. Затем Майкл выбивает дверь и даже выстрел из пистолета другого копа не может остановить его. Когда маньяк заканчивает со служителями закона, он хватает Лори и уносит в неизвестном направлении. Тем временем шериф и психолог заходят в дом Уоллесов и находят раненую Энни на полу. Туда же прибегают Томми и Линдси. Дети рассказывают, что видели бугимена. Лумис отправляет их в безопасное место, а сам убегает искать Майкла, не дождавшись брекета. Лори просыпается в своем старом доме на полу. Там же лежит и бездыханное тело Линды. Майкл заходит в помещение и направляется к Лори. В один момент Майерс бросает оружие и достает старую фотографию. На ней изображены он и его младшая сестра. Однако девушка не признает никого с фото. Тогда Майкл снимает свою маску и садится на колени. Лори делает вид, что хочет ему помочь, аккуратно пробирается к ножу, хватает и вонзает в плечо брата. Ранение не останавливает Майкла окончательно, но дает время Лори ретироваться на улицу. Девушка пробегает несколько метров и падает в пустой бассейн, наполненный сухой листвой. Туда же приходит и психопат. На место прибывает доктор Лумис. Он пытается уговорить Майкла остановиться и стреляет ему в плечи и спину. Только третий выстрел укладывает гиганта на дно бассейна. Сэмуэль уводит девочку и пытается ее успокоить. Он усаживает ее в полицейскую машину. Как только доктор садится за руль, Майкл возникает из ниоткуда, пробивает пассажирское стекло и уносит Лори с собой в дом. Лумис догоняет их и пытается убедить маньяка отпустить девушку. Майкл бросается на психолога и силой давит ему глаза. Подловив момент, Лори убегает в дом. Тело Лумиса без сознания маньяк отволок в одну из комнат. Забившись в самый дальний угол, девочка пытается не издавать ни звука. Пока Майкл ищет Лори, девушка подбирает пистолет Лумиса. Когда психопат проходит мимо тела доктора, тот хватает его за ногу и пытается замедлить. В этот момент сестра маньяка убегает на чердак. Майкл пробивает отверстие в потолке огромной деревяшкой. В конце концов Лори выпадает на пол верхнего этажа прямо перед балконом. Там девушку находит брат и бежит на нее. Лори приходит в себя и стреляет ему в голову. Выстрел звучит прямо в тот момент, когда психопат хватает Лори за руку. Девочка вся испачканная кровью кричит и картина заканчивается. В отличие от оригинала, где основной сюжет посвящен жертвам подросткам, ремейк роба-зомби акцентирует внимание на личности главного героя и том, как он стал собой. Рост актера, сыгравшего Майкла Майерса в Хэллоуине 2007, составляет 2 метра и 7 сантиметров. Это самый высокий исполнитель данной роли – рестлер Тайлер Мэйн. В 2000 году он сыграл другого огромного персонажа – Саблезубова в Людях Икс. Несмотря на мрачный тон повествования, коллеги по съемкам обвиняли Малкольма Макдауэлла, сыгравшего Лумиса, в том, что актер постоянно смешил их и этим портил дубли. Спасибо за просмотр! Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы видео выходили чаще. В комментариях напишите вашего любимого маньяка из классических слэшеров. Посмотрим, кто из них самый популярный.